Часто сижу и думаю, как мне тебя назвать Скромную, тихую, милую, как мне тебя величать Скромную, тихую, милую, как мне тебя величать Поговорим о вас, дорогие мужчины и женщины Когда мы встречаемся, влюбляемся, мы говорим друг другу всякие нежности Всякие ласковые слова Когда мы долго живем друг с другом вместе, мужчина с женщиной Часто все общение сводится к очень коротким междометиям Мы называем друг друга «э» или «ты» А вообще-то, по идее, по-хорошему, надо в семье общаться красиво Надо общаться друг другом цветисто, по-восточному И называть друг друга Муж не должен называть жену «ты», а должен называть ее О, «ты» Ощербет диабета моего О, «ты», чьи губы краснее реакции манту моей О, «ты», чьи глаза поразили меня один прямо в сердце, а другой в молоко О, «ты», чье имя начертано на странице семейное положение паспорта моего О, «ты», чьи губы зовут меня к возвращению не поздно и не пьяным к ужину твоему О, «ты», достающая звонками из-под земли Холмы ягодиц твоих подобны барханам, спасущимися на них пупырышками О, «блиноликая» и лунозадая Хочу воспеть и голени твои к бритве зовущие И янтарь зубов твоих К стоматологу взывающих И нежный шелк пощечин твоих И лед прикосновений ног твоих О, эти ноги прямые, как спички мои Грудь твоя бела, как грудь курицы, сваренной в кипятке страсти моей О, «ты», чья нагота заставляет волноваться, а не простудишься ли ты О, «ты», чьи ласки разнообразней шведского стола в египетском трехзвездном отеле О, «ты», чьи головные боли сильнее желаний моих О, «ты», отказавшая мне тысячу и одну ночь подряд моих Ты, чей голос напоминает пение верблюдицы в душе О, «ты», чья мать слетает с уст моих Ты, чей взгляд колюч, как елочная игла Ты, чьи щеки нежнее зимнего салата Ты, чей гибкий стан заслоняет мне телевизор Отойди немного, прошу тебя, а то мне ни черта не видно АПЛОДИСМЕНТЫ